Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых проблемах выращивания лука репчатого. Одной из наиболее часто встречающихся проблем при выращивании репчатого лука является такой симптом, да и чеснока, между прочим, как подсыхание кончиков. Начало гибели листа начинается как раз подсыхание кончиков и вот такого пожелтения. Почему это так важно? Почему важно не допускать вот такого вот симптома? Связано это с тем, что каждый лист, будь то чеснока или будь то лука, он обеспечивает питание луковицы и от него начинается рост чешуй у лука репчатого, который обеспечивает, соответственно, массу, размер луковицы. Ну и у чеснока тоже обеспечивается питание зубков. Поэтому чем раньше начинается вот такое пожелтение, тем меньше питание будет идти в луковицу и тем ниже будет ее качество и вес. С чем же связано такое пожелтение кончиков? Ну часто можно услышать такой совет, что желтеют кончики подкормите калием. Это неплохо. Подкормить калием и лук и чеснок всегда неплохо. Однако же это далеко не панацея, потому что этот симптом может быть признаком множества различных проблем. Если вы посмотрите внимательно на вот эти вот посадки лука, то вы увидите, что желтые кончики характерны только для листьев нижних, да, там первых листьев. А вот уже вот эти вот листья все растут, как положено, без всяких желтых кончиков. Связано это было с тем, что вот эти первые листья формировались тогда, когда в Беларуси наблюдались крайне неблагоприятные условия для развития лука и чеснока. Было холодно и сухо. Накануне прошли дождики, уже там не первую неделю идут эти дождики. Теплая погода. Это способствовало нормальному развитию лука. Здесь роль играют погодные условия, и зачастую что-либо исправить бывает очень сложно. Однако же использование так называемых энергетиков для растений, ну я говорю энергетических напитков, иногда спасает ситуацию. Особенно в случае, когда холодные дожди зачастили, когда для лука неблагоприятные условия формируются, когда ему не хватает адаптации к неблагоприятным факторам. То же самое касается и засухи. Для того, чтобы улучшить адаптацию растений лука и в том числе чеснока к неблагоприятным факторам окружающей среды, необходимо использовать адаптогены. К адаптогенам относятся, ну один из современнейших и мощных, это Максимун. Проливы с дождеванием лука, репчатого и посадок чеснока препаратом Максимун по инструкции 1 к 100 необходимо разводить. И очень легонечко, не надо проливать грядки прям очень сильно. Очень легонечко, буквально там 3 литра на квадратный метр сплошных посадок достаточно, чтобы обеспечить высокие адаптационные свойства растений лука и чеснока. Конечно, такими же свойствами, похожими, конечно, не такими же, но похожими свойствами обладают дрожжи 100 грамм на 10 литров воды. Также можно использовать препараты янтарной кислоты, особенно если холодно, и уксусные поливы в том случае, если у нас слишком сухо. И так с неблагоприятными факторами окружающей среды разобрались. Другой причиной пожелтения кончиков лука бывают различные болезни. Если в случае пероноспороза мы наблюдаем такие желтые крапины по всем перьям, то в случае фузариоза как раз болезнь начинается с вот такого подсыхания, ну вот прям наполовину буквально. Ну я сорвал нижний, это не фузариоз, конечно, но вот если бы такое красивое перо наполовину пожелтело и высохло, то вы точно знаете, что у вас, скорее всего, завелся фузариоз для борьбы с фузариозом. Чем раньше вы начнете борьбу с фузариозом, тем это все будет эффективнее. Все как у людей. Если у вас вот обнаруживаются такие симптомы, что перо засыхает и увядает, и почти до половины и более желтеет, то необходимо предпринимать срочные меры в виде проливов препаратами синой палочки, ну а каких-то химически синтезированных препаратов я категорически не советую для лука репчатого, хотя в производстве безусловно используют, но ведь его же и на перо можно будет снимать, поэтому, конечно, никакой химии в кавычках я здесь не советую. Препараты бактоген, бактофит, аллерин, гомаир и множество других вполне подходят для этого. Если отдельные луковицы заболели, ну там не более 10%, то вы можете смело их вырвать и выбросить, как такой излишний источник инфекции. Если же это уже более массовое, ну что же, пятую часть посадок уничтожать, хотя иногда и это необходимо. Ну, в этом случае лучше всего предпринять, конечно, сплошные обработки, не экономить, тем более, что многие из препаратов синой палочки, если не все, вполне можно воспроизводить в домашних условиях. Значительной профилактике заболеваемости лука и чеснока способствует внесению в почву перед посадкой и под мульчу различных грибов рода триходерма. Триходерма зеленая, триходерма харцианов. Их можно вносить также и в процессе вегетации лука. Луночным способом, точно так же, как я показывал, на примере рассады томатов. Еще одной причиной пожелтения пера лука и у чеснока является, конечно же, повреждение луковой мухой. Среди таких относительно безопасных способов и способ пролива табачным настоем, как мы говорили в одном из наших видео. Ну и отчасти пожелтению кончиков лука и в меньшей степени чеснока способствует развитие различных минирующих вредителей. Это личиночка прогрызает такие белые ходы внутри пера. Но здесь у меня еще нету, хотя я вот искал-искал, но нету, чтобы вам прямо вот так показать этих миниров. Может быть, они появятся чуть позже. Но наверняка многие из вас с этими минирами сталкивались. Если вы присмотритесь, то в этом ходике имеется такая как бы личиночка с черненькой головой, глазками, которая там шевелится и выгрызает такие ходы. И это, ну она не опасна, ее можно хоть съесть, но неприятно с ней кушать зеленый лук, и она в значительной степени снижает продуктивность лука. Что делать в этом случае? Конечно же, когда минер попал уже внутрь пера, достать его оттуда практически невозможно. Однако вы можете эффективно предотвратить заражение, заселение ваших посадок лука этими минирующими мухами. Для этого необходимо также применять те же способы, как и от луковой мухи, а также очень хорошо проливать ваши посадки лука слабым раствором скипидара. Берете 100 грамм скипидара, 100 грамм мыла, мыло разводите в теплой воде, добавляете сюда 100 грамм скипидара, вводите все это в 10 литров воды и легонечко-легонечко проливаете ваши посадки. И луковая муха и минеры летят на запах, и этот запах скипидара, который совершенно будет безвреден для ваших посадок, в значительной степени будет сбивать их с толку и не будет давать заселяться им сюда. В то же время, если вы сделаете это за 3-4 дня до того, как будете срывать зеленый лук, это не повлияет на качество зеленого лука, и вы никаких проблем с зеленым луком иметь не будете. Я имею ввиду запах скипидара, что-то остаточное сполоснул, в общем-то этот срок является вполне достаточным. Ну и конечно же подкормки. Подкормки, когда нашим растениям не хватает азота, тогда растения в целом бледные, в том числе кончики желтеют, значит надо сделать азотные подкормки. Столовая ложка мочевины на 10 литров воды всегда спасает от дефицита азота. Кроме того, если вот само перо темно-зеленое, а кончики все-таки желтые, то это как раз тот частный случай, когда зольные подкормки, зольным раствором или калийсульфатом являются весьма-весьма эффективными против этого симптома. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы сможете правильно оценить ситуацию с вашим луком, правильно объяснить себе, почему у вас желтеет лук и предпринять один из тех способов восстановления лука для того, чтобы не лишиться значительной доли урожая. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok